Привет, меня зовут Илья, и в этом видео я хотел бы вас познакомить вот с этой штукой. Это сухая мягкая пастель от Brauburg. Интересно то, что это самая дешевая пастель, которую я когда-либо видел. Ведь 72 мелка мне обошлись в 350 рублей. Блин, это же джекпот. Давайте посмотрим на нее поближе. Заказывал я ее всего неделю назад, и пришла она мне через 2 дня после оплаты. Интересно то, что 350 рублей это цена со скидкой. А так эта дура стоит 1200. Угу, конечно, так и поверили. В принципе, как только я ее увидел на Варберис, мне безумно захотелось ее купить. Как минимум, чтобы снять видео. Особо у пастели никакой упаковки нет, только картонная коробка. И, кстати, когда она мне пришла, она была открыта, и я испугался, что кто-то скоммунизил мои мелки. Но нет, все было на месте. Коробка, кстати, прям хорошая, полиграфия очень яркая, и даже не поленились делать фото. Понятия не имея, где тут вверх, где вниз. Поэтому, давайте так. На верхней части мы видим в саму фотографию, я о ней уже говорил, всю точную информацию, вплоть до размеров. И также название линейки. Об этом, кстати, попозже. Слушайте, такой информацией не может похвастаться даже профессиональная пастель. На боку все то же самое дублируется. А вот внизу мы можем заметить выкраски цветов. И забавно то, что они, в принципе, точные. То есть, по ней в магазине даже можно сверяться, что удивительно. Также внизу указана вся информация о производителе. И, как оказалось, компания Брагберг – это наша российская компания. Вроде как главный офис даже находится в Воронеже. И я почему-то думаю, что это немецкая компания. О компании Брагберг я слышал достаточно давно, еще в детстве по констоварам. А вот недавно я засматривался на их акрил. Который, кстати, считается самым доступным и, в принципе, неплохим по отзывам на российском рынке. Ведь один тюбик в 75 мл акрила будет стоить около 100 рублей. Что, кстати, очень даже недорого. А набор из 12 туб по 12 мл обойдется около 300 рублей. А теперь линейка. Данная постель относится к линейке Дебат. И, как я узнал, порывшись в интернете, к этой линейке еще относится и акрил. При этом акрил у Брагберг есть в двух линейках. Первая – это классик. Акрил там выпускается в наборах и поштучно. А есть еще линейка Дебат. Дебат более бюджетная. Цена на акрил там дешевле. И выпускается она только в наборах по 12 мл тубы. И общая палитра классик, которая подороже, составляет 48 цветов. А вот у Дебат всего лишь 24 цвета. Как несложно догадаться, компания классик – это что-то вроде бы профессиональной линейки. А Дебат – это больше ученическая. И, возможно, когда-нибудь компания Брагберг выпустит пастель и в линейку классик. Но, просто мои доводы. И это я все к чему. Гипотетически, эту пастель можно отнести к ученической. А еще к ученической можно отнести с анет. У меня просто ничего другого нет, поэтому я думаю, как бы их сравнить, чтобы было честно. Так, что-то мы отвлеклись. Возвращаемся к нашей пастели. Интересно то, что даже сбоку есть краткая информация. Это очень удобно, если пастель будет лежать так вот друг на дружке в магазине. И можно будет, в принципе, полностью узнать всю информацию необходимую и без проблем купить. Наверное, надо так больше не делать. Открывая коробку, нас ждут еще коробки. Которые, кстати, не так-то просто открыть. А вот уже в этих коробках на картонной подложке лежат сами мелки. И вот, что удивительно. Во время транспортировки ни один мелок не поломался. Хотя, когда мне доставляли мою санет, где каждый мелочек упакован в прорезь, в поролоновую, там потом еще чуть ли не вакуумом все сделано, коробка вакуумная практически, мне как-то умудрились изуродовать белый цвет. Я не знаю, что это за магия. А что по мелкам Брауберг? Они круглые, диаметр 8 мм, а длина 60 мм. Сами мелки не покрыты никакой бумажкой, для этого не надо, так как мелки лакированы. И, в принципе, они не будут пачкать руки. И, кстати, многие пастелисты говорят, что этот слой лаковый, его нужно снимать мелкой наждачкой. Потому что он очень даже неплохо сцепливается с бумагой, и потом его очень тяжело удалить. А теперь немного о санете. Их мелки чуть тоньше, а также на них наклеена бумажка. Смысл которой мне не очень-то понятен. Потому что на ней нет никакой информации ни о пигменте, ни о светостойкости, да и даже названия нет. Я думаю, вы все скажете. Это для того, чтобы руки не пачкать. Но мелки санет тоже, блин, покрыты лаком. И я не вижу смысла в этой бумажке. Ну, раз уж я начал немножко про светостойкость и пигментный состав, скажу сразу. У Брауберг нигде это не написано, что как бы понятно. Потому что многие, даже ученические серии, не пишут ни о пигментном составе, ни о светостойкости. И это, в принципе, нормально для них. И, как бы, в принципе, это можно простить. А вот, что простить нельзя, это неоднородность мелков. Некоторые мелки прямо на березку похожи. Вот посмотрите. О, а посмотрите на этого красавца. Вылитая зебра. В принципе, это неоднородность. Она никак не влияет на работу. Но вот если бы в мелках были бы вкрапления другого цвета... А, они здесь есть. Ладно. Я понимаю вкрапления красного, фиолетовый или розовый. Но, твою мать, чё зелёный забыл в моём розовом мелке? Я ещё не шучу. Я когда делал что-то типа выкраски, проверял цвета, мой розовый чиркнул зелёным. И если присмотритесь, вы можете заметить, что некоторые мелки реально имеют вкрапления. Особенно вот этот вот оливковый. Оливковый меня просто убил. Потому что, что вообще красный делает зелёным? Тут прям видно эти пятна. Ну ладно, спишем это на цену. Потому что, в принципе, таких мелков немного. Это вот парочку розовых, фиолетовых. И вот этот вот оливковый. Не знаю, что это такое. И да, внимательные зрители сразу же заметили, что мой розовый мелок, он сломан. На самом деле, да, пастель очень мягкая. И в момент, когда я, в принципе, пытался вытащить этот зелёный цвет, зелёную частичку, у меня мелок разломался. А теперь выкраска. Я, естественно, не буду делать все 72 цвета. И я просто покажу на примере трёх-четырёх мелков, на что вообще эта пастель способна. А также, уже без камеры, я проверю, как эта пастель стирается. И стирается она, в принципе, неплохо. И вот мой вердикт. Пастель очень интересно ложится. Она ложится не в ровном плотном слое, а такими проплешинами. И это, на самом деле, удивительно, так как пастель очень мягкая. Она не должна так делать. И при этом пастель очень сильно пылит. А теперь я хочу сравнить некоторые цвета сонет и брауберг. И вот вам выкраска. На самом деле, я долго думал, как вам показать различия между сонет и брауберг. И они есть. Сонет более твёрже, что меня удивило. И я взял приём у Влада Пэйн. И... Послушайте, как звучит сонет. А теперь послушайте, как звучит брауберг. Мне кажется, здесь очевидны различия. И сразу понятно, что брауберг гораздо мягче. Но при этом сонет ложится на бумагу гораздо лучше, не оставляя никакие проплешины. И, не знаю, материалом даже выкраску удобнее делать. Ну ладно. Самый лучший способ узнать, какой на самом деле материал хороший и плохой, это посмотреть его в работе. И вы просили меня, но я стеснялся. Так что, вот. Я сейчас вам покажу вот этот скетч. Его я делал акварелью ещё месяц назад. И вот вам процесс рисования этой пастели. Мне очень было интересно посмотреть, как пастель справится с лёгкими градиентами и наслаиванием. Но при этом я понимал её качество, поэтому каких-то особо сложных работ я не стал ей делать. Поэтому начал, в общем-то, с самого простого, это апельсины. Начало с самого большого апельсина и работа пошла очень даже уверенно. Пастель неплохо наслаивалась до трёх слоёв. Дальше уже начиналось скребать нижние слои и получалась грязь. Проблемой стала и пыль. Даже не пыль, а крошка. Также заметил, что цвета сами очень блеклые. Даже самый яркий оранжевый выглядит очень выгревшим и разбеленным. Но при этом цвета очень хорошо смешивались друг с другом. Плавные градиенты выходили очень неплохо. Но как раз-таки из-за бледности их не было хорошо видно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В принципе здесь есть различия в полтонна Но вы их не заметите И вопрос Буду ли я пользоваться этой пастелью? Конечно да Я как минимум за нее деньги отдал Но естественно не как основной Я буду ее комбинировать с другими наборами Что в принципе делают все пастелисты Эта пастель станет отличным дополнением К уже имеющимся наборам Так как четких линий вы от нее не дождетесь А вот сделать заливку, либо же дополнить какие-то моменты ей в принципе можно Тут главный смысл этой пастели в ее легкости и воздушности И как раз таки в пастельных оттенках Плюс она очень дешевая, так что ее можно купить как минимум, чтобы просто покрывать ей фон Ну и вот и все Если вам понравилось это видео, если вам понравилась эта пастель Напишите внизу в комментариях и поставьте лайки А также подписывайтесь на мой канал и пишите какие бы материалы вы хотели бы увидеть на обзоре Возможно я найду что-то новое для себя И я вас люблю И пока